здравствуйте дорогие друзья кто из нас в детстве не находил разные интересные камушки с отпечатанными на них то ли листиком то ли ракушкой то ли загадочным следом как правило такие находки происходят на берегу моря но и посредине континентов такие находки также нередки например фактически в центре восточноевропейской равнины в городе тамбове для постройки гаражей сараев используют местный ракушечник и любой тамбовский школьник скажет что когда-то миллионы лет назад на месте города простиралась море собственно с этим никто и не спорит за миллионы лет многое могло измениться в этом фильме предлагаю рассмотреть альтернативную версию появления так называемых ископаемых останков хочу подчеркнуть особо что версия изложенная далее нисколько не отрицает официального объяснения происхождения каменелостей а скорее наоборот может сосуществовать с ней и возможно даже дополнять ее но судите сами все мы привыкли считать что окаменевшие моллюски и ракушки найденные где-либо вдалеке от моря автоматически означают что море было и здесь некоторые даже допускают мысль что подобные окаменелости принесло волной потопа опять же из моря или океана такой вывод делается людьми на основании заложенного еще со школы шаблона ракушка значит море тут нужно заметить что это так но только отчасти ведь пресноводных водоемах также бывают моллюски и ракушки но про это почему-то все упорно забывают и когда в земле в очередной раз находят окаменелости то сразу единогласно и бесповоротно все считают что это было морское дно а то и океанское друзья но позвольте спросить а почему это не могло быть дном большой реки или озера кто-то сразу скажет что речное это дно или морское а если морское то какого конкретно море можно определить по кислотному остатку этих окаменелостей говоря простым языком по солености однако это не совсем так точнее совсем не так давайте попробуем разобраться если эти окаменелости образовались миллионы лет назад например когда по официальной истории на просторах европы плескалось море то во первых у того моря был совершенно иной кислотный остаток нежели у морей которые в наше время окружают европу и во вторых за миллионы лет соль могла просто вымыться из грунта или напитаться в него заново поэтому о природе происхождения окаменелостей за миллионы лет кислотный остаток ровным счетом ничего нам не скажет однако подчеркиваю что с фактом образования окаменелости миллионы лет назад на дне моря никто не спорит но тут нужно уточнить некоторых окаменелостей ибо грести все под одну гребенку является недопустимой ошибкой на основании которой появляются теории вроде волны потопа и северного ледовитого океана о том почему по нашему мнению такого потопа не могло быть в принципе рассказывается фильме был ли потоп и причем тут кислотные дожди если вы его по какой-то причине не видели то очень рекомендую ибо в нем очень наглядно с примерами и расчетами разбирается версия катаклизма в виде потопа как такового ссылочка на него есть в описании нам чтобы понять суть происходившего в прошлом нужно знать а главное понимать физические процессы происходящие при окаменении ископаемых останков поэтому давайте разберем этот вопрос более детально окаменение не каменных тканей происходит либо при замещении материала либо при пропитывании но чаще всего путем сочетания обоих способов самый простой пример возьмите строительный алебастр разведите его водой до жидкого состояния ну примерно сметанообразного возьмите губку для мытья посуды и окуните ее в этот раствор затем выньте и слегка отожмите через пару минут у вас будет каменная губка правда для мытья посуды она уже не годится точно таким же способом можно превратить камень ткань бумагу дерево правда для бумаги дерево потребуется немного иной раствор так как строительный алебастр застывает слишком быстро и материал просто не успеет пропитаться но смысл надеюсь вы поняли он заключается в пропитывании гипсом случае или другими минералами исходного материала а здесь вы наверняка спросите откуда гипс так это элементарная химия друзья известь плюс серная кислота если вы обратите внимание на месторождение гипса то нетрудно заметить что они находятся рядом с карьерами по добыче извести по сути гипс это кислотный остаток извести и образовался гипс при контакте известняка с серной кислотой внимательный зритель сразу спросит а откуда тогда взялась кислота на этот вопрос также есть ответ все в том же фильме был ли потоп и причем тут кислотные дожди там все подробно объясняется сейчас не будем вдаваться в те подробности я лишь хочу сейчас внести некоторые пояснения касательно пропитывания в прошлом атмосферное давление было выше это утверждение не взято с потолка к такому выводу давно пришли многие официальные и независимые исследователи на нашем канале также есть фильм на эту тему ссылка на него есть в описании поэтому на вопросе более высокого атмосферного давления сейчас не будем заострять внимание для нас сейчас важно то что атмосферное давление понизилось и стало таким каким оно является в наше время и вот в условиях спада атмосферного давления начинаются интересные вещи в органических тканях растения или моллюска внутриклеточное давление все еще высокая а межклеточная уже низкая что приводит к выбрасыванию влаги из клеток в межклеточное пространство то есть к обезвоживанию на этом принципе работает вакуумная сушка древесины в наше время затем относительно сухая ткань растения или моллюска очень легко пропитывается гипсово известковым раствором в результате чего первым застывает гипс сохраняя форму а затем постепенно за счет поглощения углекислого газа из разлагающейся угольной кислоты в камень превращается известь но в итоге за 200 лет изначально живая ткань вполне способна полностью превратиться в камень вы возразите что гипс застывает очень быстро да это так чистый гипс на воздухе застывает довольно быстро на примере алебастра мы это только что видели но составе грунта окружающего моллюск или растения содержится много минеральных компонентов которые действуют для гипса как присадки замедляющий ход его застывания кстати одна из таких замедляющих присадок это та же самая известь та самая известь из которой гипс и получился друзья это был самый простой пример на основе пропитывания в жизни конечно все гораздо сложнее и зачастую окаменение происходит как я уже говорил выше за счет совмещения пропитывания и замещения вещества пропитывание сохраняет изначальную форму и объем а затем химические реакции начинают фазу замещения которая кстати в зависимости от концентрации веществ в грунте может пройти достаточно быстро однако моллюск в это время уже является камнем возвращаясь к нашим окаменелым ископаемым останкам теперь зная как происходит окаменение думаю вы станете по-иному смотреть на моллюсков найденных вдалеке от моря подчеркиваю наша версия не опровергает официальную про дно море и миллионы лет а лишь немного дополняет и уточняет ее на этом я с вами не прощаюсь благодарю что досмотрели до конца будьте внимательны к мелочам вокруг и не стесняйтесь узнавать что-то новое всего вам доброго до скорых встреч ну понятно короче все попробовали отодрать закони они запусти терпич терпич постучи ей об кружку высоко не поднимай постучи тоже ей об кружку ну ладно теперь возьми губку попробую понять давай давай разломилась ломать не надо дальше постучи просто еще раз все понятно теплый